Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами поговорим о стратегическом менеджменте. Он основан на методологии управления системой сбалансированных показателей или Balances Quart Card. Но я предпочитаю употреблять здесь английский термин, потому что вы с ним будете встречаться на практике. У нас очень много говорят о стратегическом менеджменте, о стратегическом управлении. Все компании от 50 человек стали заниматься стратегией. Это очень приятно. Это говорит о том, что что-то меняется на самом деле в российском бизнесе, меняется представление. Но проблема в том, что стратегии чаще всего считают целью указания. Нам надо захватить, например, нашему королевству надо захватить вот то королевство. Простите, это не стратегия. Это цель. Просто цель абстрактная, никак не привязанная к реальности. Коммерческая компания ставит цель. Нам нужно продавать в 10 раз больше. Нам надо увеличить объемы выручки в 10 раз. И генеральный директор, поставивший такую цель, всерьез считает, что, собственно, свою работу он выполнил в плане стратегического менеджмента. Но, на самом деле, абсолютно нет. Абсолютно нет. Совершенно. Поэтому давным-давно, на самом деле, на Западе, в западной системе управления корпоративными явлениями, родилась вот такая стенка сбалансированных показателей. Родилась она у Нортона и Каплана. Книжечку вы можете купить. Она есть на Азоне. Не вижу проблем. Но я кратенько хотел бы рассказать, почему надо с ней ознакомиться. Потому что они разделили стратегию на 4 части. И меня это очень радует. Вот здесь написано, как оценивают компанию акционеры. Ну, такой слайдик я нашел. Почему именно такой? Потому что сейчас стали писать немножечко другое. На самом деле, изначально действительно так и было. Потому что самые крупные компании на Западе, самые успешные, они прошли IPO. То есть, публичное размещение своих акций. И даже не пройдя IPO, они все равно являются 99% случаев акционерными компаниями. И совет акционеров, он всегда очень сильно напряжен о результатах работы компании. Поэтому финансовая отчетность, результаты финансового анализа, то бишь и беда, капекс и все остальное, оно делается именно для акционеров. Если компания внутри сама по себе управляется с помощью учащихся у директ-костинга, то или таргет-костинга, или какого-то другого костинга, то акционерам всякие костинги показывать нельзя. Для них существует финансовый анализ. Вот. Соответственно, акционеры ставят цель, допустим, увеличить чистый денежный поток в два раза. Или повысить выручку в два раза. Ну, давайте, допустим, повысить выручку на 50%. Вот какая-то финансовая цель. Вот, как я уже сказал, в российском бизнесе в подавляющем, в подавляющих случаях вот этим все заканчивается. Но это неправильно, потому что дальше надо ставить цели, соответственно, по внутренним бизнес-процессам. На самом деле цели можно ставить и по клиентам. Здесь вот у нас нарисовано по внутренним бизнес-процессам, но я рекомендую следующую цель все-таки поставить по клиентам. Потому что деньги нам приносят клиенты. Обратите внимание, как тут идут стрелочки. То есть стрелочка говорит, что надо сюда идти, потом надо идти в обучение развития, потом в клиенты. Мы пойдем с вами в квадрате клиенты. Соответственно, что значит, как оценивить компанию клиенты? Почему у нас должна выручка увеличиться на 20%? То есть что такое выручка? Это объем наших продаж, умноженных на цену условно. Да, это не прибыли, мы из нее пока ничего не вычитали. То есть у нас должен увеличиться объем продаж. То есть мы либо должны поднять цену, либо должны увеличить объем продаж, либо, как бы, не знаю, что еще сделать. Но, смотрите, допустим, мы принимаем решение... Давайте два варианта рассмотрим. Принимаем решение поднять цену. Хорошо. Возникает вопрос. Почему клиенты должны у нас покупать по более высокой цене? Мы говорим, у нас будет лучше сервис, чем сейчас. Нашим конкурентным преимуществом станет сервис. И тогда возникает... Опять же мы переходим на внутренний бизнес-процесс и задаем себе вопрос. Как мы можем улучшить сервис? Допустим, у нас отгрузка сейчас осуществляется в течение 8 часов клиенту. То есть приезжает клиентская машина и ждет, ждет, ждет. У нас вот логистика совершенно не организована. Соответственно, мы должны модернизировать нашу логистику так, чтобы... Организовать ее. Чтобы отгрузка клиента осуществлялась в течение 30 минут. Еще сделать к нему личный кабинет. Чтобы он там все видел. И много всяких плюшек по сервису. Хорошо. Мы поставили такие задачи по изменению бизнес-процессов. Но все изменения бизнес-процессов осуществляют люди. И, собственно, системы. И вот уже в рамках вот этого квадратика мы ставим задачу о том, что у нас персонал должен пройти переобучение. Возможно, нам нужен новый директор по логистике, который все это будет понимать. И сможет нам это все организовать. Мы ставим задачи уже в рамках того, как люди будут осуществлять это. То есть первая задача – финансы. Вторая задача – почему клиенты должны нам принести больше финансов. Третья задача – как мы должны изменить бизнес-архитектуру нашей компании. И четвертая задача – какими людьми и какими системами. То есть обычно четвертую задачу включается и IT. То есть глобальные цели, допустим, организовать электронное обслуживание наших клиентов. Ну, класс, окей, вот у нас здесь такая цель появилась. Вот это и есть уже нечто более похожее на стратегический менеджмент. То есть на систему, в рамках которой в компании стратегия раскладывается на четыре блока. Можно вот, ну, я вот так шел, да, можно вот так идти, но не суть важна. Нортон и Каплан, они говорят, что эта теория – это не истина в последней инстанции. Как это все связано с ТАГАФ? Если кто помнит курс по ТАГАФ, да, курс по управлению корпоративной архитектурой, по управлению изменениями в корпоративной архитектуре, то он начинался с архитектурного видения. Если кто помнит. В архитектурном видении, в архитектурном видении, у нас были драйверы изменений. Да, и я еще говорил, что я позже расскажу, откуда же их брать, да, точки неудовлетворенности в компании, точки неудовлетворенности, которые декларируют стейкхолдеры, заинтересованные лица. Так вот, сегодня вы уже теперь узнали, откуда. Есть система сбалансированных показателей. То есть в рамках стратегического менеджмента мы говорим, что нас неудовлетворяет вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Все неудовлетворяет, да, мы должны вот тут изменить, вот тут изменить, вот тут изменить. И вот это вот мы должны изменить и должно стать драйверами изменений. Мы должны изменить, становиться драйверами изменений в архитектурном видении, и вы плавно переходите в архитектурный цикл. Ну а уж в архитектурном цикле вы можете вносить изменения на нижнем уровне, в рамках моделей бизнес-процессов на BPMN, и в рамках, собственно, системы IT и OML. На самом деле, вот ключ. Вот, собственно, вот эти три стрелочки упитанные. Это ключ к системе управления компанией. Возникает вопрос, что делать, если у нас нет описанных моделей и всего и тому подобное. Вот когда мы приходим в российскую компанию, там есть либо не описанный бизнес-процесс и IT, либо вообще это как-то существует отдельно само от себя. Вот, либо по ним не работают. Какой там за архитектурный цикл? А очень простой. Значит, нашей первой целью является не финансовый блок, да, а именно создание базлайн-архитектуры, то есть текущей архитектуры компании. Вот она, первая цель. Первая цель создания текущей архитектуры компании. То есть первой целью, которую должны нам поставить акционеры, это обеспечение управляемости нашей компании. Управляемости. И в рамках этой цели мы уже запускаем первый архитектурный цикл, который нам обеспечивает управляемость. Он нам пока совершенно не обеспечивает никакой эффективности. Это пока не важно. Мы пока еще не имеем всех шестеренок в наших, да, часах, чтобы крутить там за ручечку и чтобы стрелочки двигались. То есть какие-то стрелочки двигаются, какие-то туда, какие-то в другую сторону. Вот такие у нас разболтанные часы. Если на часы поорать, то они начинают вообще бегать, неизвестно как. Вот ключевая схема. Пишите комментарии. Пишите, что вы по этому поводу думаете. Я думаю, что эта схема очень понятная. Если что, я готов дать какие-то пояснения. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...